ВИЧИ ГЕЙМИНГ ПОТЕНШИЛ Благодаря славной победе, не над самым славным соперником, надо сказать, но, на мой взгляд, это доказывает то, что в Китае все еще до сих пор любая команда может любую переиграть и очень нестабильны, ну, практически все. От игр, великолепной игры первой против ВИЧИ ГЕЙМИНГ, где ЕХОМ были просто шикарные, была вторая игра, где ЕХОМ уже смотрелись не так здорово, ну, и в конечном итоге их третья игра сегодня это поражение от явного аутсайдера. Хотя, надо сказать, что ВИЧИ ГЕЙМИНГ ПОТЕНШИЛ были очень неплохие и, в общем-то, абсолютно все по делу сделали, но сказать, что Бэтрайдер не был реализован, ничего не сказать. Тем не менее, он попадает в бан, как и Снайпер с Вингой от команды ВИЧИ ГЕЙМИНГ. В бан, кстати, от самих ЕХОМов. Тролля мы тоже видим в бане, ну, и Леон с Джиггернаутом в пике от ЕХОМ. Клакверкам и Шейкерам отвечают, но, опять же, Клакверк, взятый против Джиггернаута, уже как бы не настолько эффективен. Посмотрим, что будут добирать в данной ситуации, будет ли возможность к Клакверку ворваться. Ну, китайцы верят в то, что это просто лучший в ДОСе герой, лучший, один из лучших. Возможно, после тролля, потому что тролля они вбанят по кулдауну практически и не отдают. Ну, посмотрим. Четвертый бан. Здесь Апарэйшена мы видим в бане. Возможно, какой-то подпуш будет, учитывая такой бан, потому что Апарэйшен все-таки контрит Джиггернаута и, главным образом, контрит вот такие вот пуши. Какие-то герои соперника стоят в куче. Шторма. Шторма забирают мобильного. Банят его Джеймс и компания. Ну, и Арутикей со своей аватаркой моряка какого-то. Я даже не знаю, что в ней изображено. Его последний бан во второй стадии. Что бы еще сказать. Завтра у нас в Китае также три игры будет. Стоит это отметить. Потому что завтра у нас на сцену выйдут 22 числа HGT и E-Home. Вичи Гейминг и LGD, Вичи Гейминг и DEC. Ну, Вичи Гейминг серьезно так настроились отыграть вот в эти дни. И послезавтра Вичи Гейминг также будут играть. Ну, в общем, Вичи Гейминг будет много. Что же касается IG, игр, которых мы безусловно ждем, то они сыграют 24 числа. Не ранее. И Сайленсер. Сайленсер в пике от E-Home. Решили они сами наказать соперника этим героям. Очень неприятный персонаж, безусловно. Мы видели только что, как он портит вообще всю драку. Кстати, Вич Доктора сами подбанили. Ну и на третий пик уже пора бы забирать каких-то кор-героев Вичи Гейминг потихоньку. Само собой, тех, кто не контрится с Сайленсером, но пикают Зевса, невзирая ни на что. То сразу же ответ молниеносный Акс. Это Бест-Уф-2 матч. То есть у нас либо ничья будет, либо ВГП выигрывают. Так что шанс сорвать куш как никогда высок. Что у нас было по ставкам? Но сегодня меньше всех, меньше всех, кто у нас получил 21%, 21%. Да, это сегодня пока что самый выгодный вариант. 15% всего лишь на Вичи Гейминг потенциал. Коэффициент был как никогда высок. Уже говорил про пике? Ну, потихонечку, потихонечку мы обсуждаем. Я просто вижу кастеров. Ну, я не совсем понял кастеров, пикнутых после Сайленсера. То есть ты видишь Сайленсера, берешь Зевса и берешь Квапу. Как-то немножко странно получается. А еще я вижу Клакверка. Да, Клакверка, естественно. Против Джиггернаута и Акса. Ну, как бы да. Вот так вот у нас. Такой вот драфт от Вичи Гейминг Потенциал. И здесь пока что в лейте они уже не так здорово смотрятся. Нужно каким-то образом наказывать соперника пораньше. И при этом еще и наказывать Сайленсера. Ну, вообще самое четкое, что здесь смотрится, по-моему, какая-то Спектра. Потому что все остальное, оно не въезжает вообще никуда. Ни в какие ворота. Ну, и опять же, под Спектру врываться тяжеловато. То есть есть какой-то врыв, допустим. Сайленсер дает глобал. Допустим, Спектра даже успела прожать свою ультимейт. Но она не может нажать хаунд. Потому что не может переместиться именно в этот... Может. Она может завязать манту, которую собирают почти все Спектры. И сбросить в себя Сайленс. И тогда она врывается по-прежнему на кого угодно. В такой ситуации, да. Может собрать БКБ. Хотя это глупость, но все же. Может диффузами, по-моему, снять с себя Сайленс. Да, диффузами тоже может. Ну, а просто как бы тут одни дрищи. Ульта... Ну, во-первых, очень сильно напрягает Джиггернаута. Потому что когда ты даешь ульт, Джаггер, не дай бог, ультанет. Он там может прыгать по иллюзиям. Во-вторых, ты местишь дрищей, таких как Сайленсер и Леон. И вот для их ум задача сейчас простая. Взять героя, который соберет Блэк Кинг Бар. Хотя нет, слушай, они делали поинтереснее. Они решили взять не героя, который соберет Блэк Кинг Бар, а они решили взять героя, который просто будет убивать всех. Ну, затыкать всех присутствующих. То есть у нас супер Сайленс Пик. Пак, Джиггернаут. Не хватает дровки, крабы и что-нибудь еще, что дает Сало. Но решают Вичи Гейминг потенциал забрать себе Темплар Ассасин в такой игре. Ну, против Пака будет стоять очень хорошо. К тому же может обузить Рошана, если захватит доминацию. И, ну, все равно в миличной керри он выглядит очень вяло. То есть, вот против Акса особенно, который на тебя прыгает с колом, там, Джиггернаута. Как-то Юхом хорошо это распикнули. Они, в принципе, и в прошлый раз более-менее прыгнули, но так исполняли, что 11-0 и чуть камбэк не сделали. Да, не сделали. Ну, на самом деле, непонятно до сих пор, почему они его не сделали. Но лейт хороший был в той игре. Ну что, давайте посмотрим за расстановкой линий, за тем, как, собственно, будет протекать начало игры. Здесь вот в такой игре можно говорить о том, что Темпларка, она против Пака неплоха, и она действительно его напрягает. Но, если она не задоминирует свой лайн, будут огромные проблемы. Если хотя бы пак, просто постоит ровно. У меня небольшие спайки идут. Не думайте, что это лагает стрим. Это реально китайские сервера. Я, наверное, реконект сделаю. Потому что, ну, это будет жестко. Что начнется в тимфайтах тогда, если сейчас уже так жестко проседает? В тимфайтах вообще будет полная борода. Вичи подходят на руну сверху. Я уже почти. Я смотрю на накачанный пресс Хускара. Ты меня обманул, они на руну снизу подходят. Да. Я уже представлял, что они подходят на руну сверху. Они подходят на руну снизу. Сейчас. Так, ну и начинается Зомес. Ставит Клаквер Коге, и Зомес заканчивается. И тут понимают все, что еще целых 20 секунд до руны. И можно заново начинать. Ну-ка, Клаквер. Сейчас пак успеет, наверное, добежать. Так, видит Клапу. Вот как они. Какие хитрецы. Хотели обе руны своровать. Хотя, на самом деле, изначально хотели своровать всего... Ну, обе команды хотели одну забрать. Я думаю, они сначала хотели почекать конкретно Ехом. И у них это удалось. Ехом хотели почекать? Ну, они вышли типа в атаку за 20 секунд. Не стоит цели, чтобы взять руну, а чтобы убедиться, что их там 5. Что их там 5, да, и потом маджать сверху. Ну, Сикрет, как всегда, великолепный блок с помощью шейкера, а потом еще может когами поблочить. Ну, в итоге он просто выпускает вперед рейнджа, что не так просто сделать, как кажется, но весьма часто получается в последнее время. Но он сейчас немножко тупанул. Он мог заблочить дальше крипов, и тогда бы линия... Ну, и так, и так довольно близко. Хотя, Сикрет, 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 Сикрет. Выживет здесь. Да, еще и когами забернул всю ману. Ну, тут Леон здорово сыграл. Леон вышел вперед, он встретил рейнджа, рейндж начал бить по нему, и милишные крипы вышли вперед. На самом деле, хороший размен в пользу Клакверка всего получается. Он потратил фласку, но он сейчас получит второй левел, собьет ман-реген Джаггеру. Джаггер это понимает и уже ушел. Но ман-реген все равно ему сбили. И в итоге нету маны вообще. Нужно что-то делать. Крипы заходят под тавр. Тем временем мы видим на перепуле Сайленсер у нас делит экспириенс с Клакверком, получает Сайленс Клакверк, ставит Коги и, пожалуйста, еще забернул ману ДДС. Пока что Клакверк неплохо здесь выглядит. Самое время посмотреть наверх, на Акса. Да, у нас, кстати говоря, саппорт Зевс. Вот что мы не отметили. То есть Зевс будет играть на вот такой вот роли. Квопа, замедление воротикея, фиссура, но ничего она не перекрывает. И эротикея уходит. С его регеном, в общем-то, нормально. Вообще эротикея, можно уходить домой смело. Он вроде бы стоит, может быть, кого-то разводит. Говорит, ребята, особенно Паку, ты можешь чувствовать себя в медиабезопасности, но Паку от этого, ну, ему все равно, у него есть блинк, да, у него есть шифт. То есть забрать его Зевсом и Шейкером, это еще что-то из раздела фантастики. Вот уйди эротикея в лес, он бы там давно уже получил себе какой-нибудь третий левел, убивал бы Крепчанских, а так он реально страдает. Он вообще ни за что страдает. Потому что в меде такой миллер, которого сэвить не надо. Это классическая ситуация. Тут скорее Темпларка должна выигрывать линию у Пака именно вот по Крепстату прежде всего. Но Пака не идут ровно, самое интересное. И это плохо для, это очень плохо для Янга. Янгу нужно здесь мочить, но не получается. Мочить не получается, но может быть еще выйдет вперед. Вот начинает со своим рефракшеном играться. Денейт. Пак тоже хорош, в общем. Раскачал эту линию, поэтому тяжеловато. Но посмотрим, что будет буквально через пару минут. Может быть ситуация каким-то образом изменится. Пока что посмотрим, как Сикрет здорово так же шатает линию. И у Сикрета уже третий с половиной левел. Клакверк чувствует себя здорово. Ну и пошел, пошел чуть-чуть назад, отступил. В общем, получает экспириенс, учитывая, что в лес не может выйти. Стоит один в три. Имеет уже довольно много. Пять крипов еще и зафармил. Я думаю, что вполне себе достойный начал для Клакверка. Ну и Леон покупает смок. Ланэм понимает, что нужно что-то делать с этим. Взяли они довольно много экспириенса с Силенсером. Почти третий левел имеют оба. Разве что сапог в такой ситуации нужно купить в ДДС. Ротикей переместился в лес. Вот теперь наглядное пример, что он понял. Нечего делать сверху. Ну ты там Акаша и с ней вообще тяжко. Ему, правда, с пламя не повезло. У него нету Транквил. И вот эти медведи разобьют ему лицо. Сейчас будет стакать. И сейчас там появится еще что-нибудь пожестче. Савухи. Ну там самое жесткое... Савухи наверняка будут. Потому что они дадут армор. Но они как бы бьют больно. И они дадут армор этим Мурсом. И их уже будет забирать еще Акс. Ко всему прочему. Чтобы, типа, когда съедаешь, когда берешь Ченом. Чтобы у тебя не было и ауры, и стана. А урса, как бы, она была юзлис. Но не продумали совсем, мне кажется, тот момент, что урсы еще до того, как у них был просто Клэп. У них были такие статы, что они разбивали лица любому леснику, который может нормально фармировать кентавров, кого угодно. Но только не этих урс. Так теперь урс еще и имеется замечательная аура Атак Спида. То есть теперь они еще сильнее стали. Да, но я могу сказать, что кентавр уже немножко беспонтовый. Инфлейм потратил. Габлаковская. Габлаковская фиссура не дотянулся здесь. Инфлейма сейчас могли подцепить, потому что он действительно потратил свою арбу. Но как же он жестко напрягает Янга. И имеет отличный крипстат. И при этом Янг еще все время на этой линии находится в такой позиции, что не он убивает, а его вот-вот заберут. Для пака это очень здорово. А на топ у нас приходит Ланэм. Ланэм, который караулит. Будь здоров. Простите. Как ты не пытался. Но ничего не вышло. Пока тишина. 0-0. 0-0. Наверх перетянул Слонэм. Вот он чувствует, что... Дает великолепный стан, не попадает ни по кому вообще. Да. Клопа. Клопа старается пропушить линию и вызвать Акса. Но в итоге линия пушится. Экспирин забирает Леон. В миде нападение на Янга. Янга забирают. Он пытался сидеть в инвизе, но ничего не вышло, потому что здесь еще есть центряк. Янг очень плохо отставил свой лайн. Он не напряг пака. Пак имеет столько же, сколько он. И теперь еще и забирает. Саунсер получает две дополнительные инты. В общем, шикарный выход в исполнении Саунсера. Джаггер снизу берет себя к виллу и продолжает стоять против Клокверка со стандартной такой раскачкой, которую любит в Китае. Все по единичке взял и нормально. И мне хорошо. Очень скоро ему надо будет убегать в лес, как только Москов Мэдос для себя принесет. Клокверку? Джекернауту. А, Джекернауту, да. Да, есть ли он, которому нужна ХПА? Саунсер тоже не откажется. Так, сниз в центре. Хотят, чтобы Пак потратил арву и чтобы они его убили, но... Пак умный. Пак понимает, что свою арву вообще здесь... Ну, нужно вязать только, если на своем хэграунде стоишь. Разбивают центрю. Маловажно. Да, здесь это даст возможность ловушки, во-первых, ставить. Во-вторых, тампларку тяжелее забрать будет. Иллюзии. Иллюзии, как назло, тимпларки. И можно просто сбивать рефракшнги по кулдауну. Эротикей продолжает фармить лес. Вот у него сейчас это уже лучше получается. Опять, кстати, ухсы. Ну, на этот раз у него есть транквилы, и он их выкладывает, и нормально. И вот тут кентавры. Слушай, вот ему не везет. Попалось, наверное, все, что контрит его. Квапа все-таки выполнила магический ритуал по призыву Ротка на верхнюю линию. Он идет туда. Но мне кажется, что... Но он ничего не сделает, то есть он разве что кинет горелку, вот, самая профитная. Да, он... То есть они как-то его побоялись, они его нужно думали, что он здесь не один, и какой-нибудь Леон стоит сзади. Но вообще его нужно нюкать. Вот он подходит, сразу давать ему там верхнюю зевса и прогонять. А в итоге он подошел, сагрил крипов и ушел. Лоу. Не самый лучший. Центер, Янг, в очередной раз, Inflame. Так, нету рефракшена. Ну-ка, арба или вторая? Нет. Не стал рассказать. Пак не успел дать. Ну, все равно неплохой выход получается такой. Ну, как бы стянули шейкера. Пак потратил... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как же неудачно получается для Пака. Однако цепляют Квапу. Есть кол. Колом мажет Роти Кей и Квин оф Пейн забирает фраг. Что у Роти Кей вторая игра подряд пошла, походу. Не, уже третья. Первая игра была на Клокверке 0.9, если что. А, против Вичи основных, да? Да. Да, да, да. Это так. А тем временем Джаггер против Клока. Пивается. Ой, как не везет. И отпивается из бутылки. Последняя тычка ушла в крипа. Это минус. Это редкие, легкие в исполнении команды Вичи Гейминг Потеншилл. Это самый низкий коэффициент сегодня в утренних матчах. Просто если он сыграет, будет очень приятно тем, кто верил в эту команду. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь, что кроме как вот этот коэффициент, кто-то вообще... Кого-то могло побудить. Ну, потому что здесь каких-то нету таких звезд, за которых могут болеть. Они показали 0.4. Они не показали вообще ничего хорошего. Но в этой игре они смотрятся уже увереннее. Ну и, конечно, Ихом стараются здесь сделать. Нет, по-моему, главный вывод из всех этих игр, что вот на игры с RdK вообще нельзя ставить, пока он не выйдет в плей-офф. Потому что пока вот идет групповая стадия, что-то с ними странное вообще со всеми происходит, вот с этими топовыми ребятами. Да, и Хау у нас там то в одной игре бегает, умирает, то у второй все разрывает. Поэтому тут, блин, тут рискованно вообще делать такие-либо ставочки. Да, согласен абсолютно. Действительно, ставки это... Никогда не знаешь, что слишком много выиграешь или слишком много проиграешь. Да нет, потому что в группах это опасно. Я помню момент, когда все поставили на Na'Vi в группе, а Na'Vi взятые часы, и все фанаты, естественно, рады. Да, это тоже было. О! Стаки. Джекпот. Джекпот. Очень неплохой. Ну что, наказывать будем? Квак вверх в позиции. Манны на хукшот нет. Замедление. Да нет, тут никак не наказать. И расстроенная тампларка уходит. Но, с другой стороны, для нее это не такой провал, потому что она нормально имеет фарма, просто это был легкий бонус, который могла получить. Но не получила. В итоге забирают эти стаки. Сверху у нас мы видим, как Квин оф Пейн ломает тавер. И у нее уже... Ну вот, какие-то квапы получаются лютые прямо. Китайские, вот эти, с легких линий, страшные. Ну, пока такое. Она единственная, по-моему, у кого забрала, это Пака. Пака. Она, кстати, наказывает наглых. Вот, если посмотреть, самые наглые, самые наглые, это старички. Оно и видно, вот так же, как вот в Нави хвост. То есть, вот там банят джаггернаут и импайр, да? Они же не просто так банят джаггернаут. Они понимают, что хвост наглый, будет бегать там под Т2, под Т3 тауэром. Джаггернаут лучший герой для этого. И, пожалуйста, вот тут тоже самое. Бегает эротикей наглый, вслед за этим у нас перемещает слонем. И ребятки их наказывают. Там. Еще одна. Квапверк, пока что ничего не сделал еще в этой игре. Ну, джаггернаут уже смещается в лес, я вижу. Хотя нет, какой-то. Квапа, по-моему, идет в догоны. Я, конечно, не знаю, но похоже на то. Если это будет либо догон, либо его. Одно из двух. Нет, это будет шарик. Шарик. Фиолетовый. Довольно пассивная идет эта игра. У нас так немного перетяжек, в общем-то. И уже не хотят их ум ничего вообще от этой игры. После того, как они пытались пару раз забрать Квапверку, он их наказал. Ну, на самом деле, не он их наказал, а жизнь их наказала. Сейчас идет та самая игра на развитие, пока все развиваются. Развитие. 30 минут не нападаем. Ну, как, без блинка же не нападешь на Акси. А Квапверку тут, в принципе, нападать не в кого-то. То есть, у Чернероса у нас Квапверк ферст пик или каким он там фигом был? Ферст, ну, да-да-да. Ну, почти ферст пик, да. И вот ворвешься в паку, он улетит. Не, он, по-моему, прям ферст пик вот именно. Ну, да. Ворвешься в паку, он улетит. Ворвешься в джаггер, он вертушкой тоже отступит. Но и Акс, вот, когда он соберет себе Блэкинг Бар, ему будет вообще на тебя пофиг. Полтноват в любом случае Акс для врывов. Хотя на него, в принципе, можно выехать. 900 хп, а у Квапверка побольше, арты у него получше. Вот сейчас сверху хорошо, идеальная реализация блинка. Мы помним, что Акаши нужно стоять бискокрипом. Врываются, дают глобал, квинувпейн очень толстый, подходит лен, рубят и дрюмкоил на шейкеры. Пугались они шейкеры, думали, что кто-то сюда перетянулся. А джаггернаут с дабл дамеджем забирает Квапверка. А джаггернаут убил как раз того самого, кто сюда тп-шился. Минус, да. Шикарный, шикарный выход под глобал. Вот это атака под глобал норм. Да, ротикей с покупкой блинка. Причем Акаша стояла далековато от крипов, но это не помешало, потому что был и фингер, было все. Абсолютно. Докфайтс, по-моему, ошибается. Пошла ульта от Леона. Нет, теперь не должен ошибаться. Однако вышка снизу падает. Джаггернаут ее забирает. Да, получается минус 2, минус вышка. Отличная реализация всего, что только было. Ротикей заходит за вышку, тоже хотят этот тавер поломать. Но сюда целых 2 телепорта делают. Ротикей есть блин. Квапа пытается настигнуть. Находит Зевс. Ульта от Квин оф Пейн. И ротикей падает вместе со своим топором на землю. Ротикей здесь заигрался. Хотя, с другой стороны, ему нечего было делать. Если бы он начал сразу тп делать, его бы сбил Зевс. Своей верхней. Если бы он начал делать тп попозже, ну, в принципе, он и начал делать тп попозже. Он не вставал за вышку? Ну, вот если бы он не вставал за вышку, ну, это уже на Джеймса нападение. Ну, кажется, это минус Зевс. Да, это совершенно точно минус Зевс. Собирает его селенсер. Получает 2 инты. Пак денает руну. Нет, не денает. Темпларка врывается. Есть у Пака арба. Квапа. Скрим. Ой, фиссур, фиссура. Фиссура Энфлейму не помогла в данной ситуации. Минус Энфлейм. Размен Зевса на соло мидпака. Не самый лучший размен. Однако Энфлейм успел купить блинг. Что важно. Так, ну что, Эквопата, посмотри на нее. 5-1. И почти Аганим. Почти Аганим. Вот он уже близко. Будет больно месить. На самом деле, Аганим на 14-й будет круто. Не, Аганим на 14-й будет круто. Но я ожидал увидеть другую Квапу. Я ожидал увидеть Квапу, который купит себе, например, Саленс. Будет нападать на Паков, на Леонов, на Саленсеров. Мешать им кастовать, потому что им нужен контроль. Пока все очень, ну так, скромненько. Шейгер у нас имеет аркан тапки. Есть Клакверк, который по-прежнему еще ни в кого, по-моему, не инициировал толком. Разве что там подходил под конец. И выход на Джаггера. Вот он Джаггер. Вот они герои. Джаггер. Кастует Блэд Фьюри и уходит. Добро пожаловать. Клакверк порвался в крипов. Шейкер дал фиссуру в никуда. Зевс поделился раньше времени. Кривоватый ганг получился. То есть он мог, в принципе, получиться. Не, он мог получиться, но представь, что если вот такой ганг из смока, когда Шейкер находится у тебя на ладони, точнее Джаггернаут, ты не можешь его забрать. Представь, что будет дальше. Да, как я и говорил, Селенсер тебя ставит в колено-локтевую позицию. Да, и вот и ребятки в итоге просто пошли фармить. И фармят? Ну да, дота без станов. Достаны есть, но они не самые эффективные. Ребята убегают фармить свой лес. Все у них здесь хорошо. Эротикей патрулирует, значит нет хукшота. Может ворваться. Но варды все видят. Ребята... Вообще, просто взять... Нападение на Янга. Янгу нужно отступать. Подходит Джаггернаут с ультимейтом. Эротикей бежит, не успевает никого зацепить. И можно спокойно отступать. Посмотри на Янг. Какой бык на развороте идет. Пошел глобал. Янг. Знаешь, знаешь, такое себе. Великолепный выход от Янга на развороте. Байбэка нет. Вернуться никак. Клакверк ворвался в акса. Это шанс. Но маны на батарею нет. Однако Ротикей съедает весь урон. Джеймс минусует. Ротикей тоже минус. Пак ворвался куда-то наверх. Квапе нужно делать блинг. Нужно делать блинг. Квапе она делает блинг. Уходит отсюда. Да, чем думал Янг? Я понятия не имею. Но это было слишком опасно. Так вот врываться. Просто зашел в пятерых, учитывая, что там глобал. Нет, если бы глобала не было, то шейкер мог дать какую-то фиссуру. Ну, в общем, могло что-то получиться. Но ты получаешь глобал и просто стоишь один против всех. Не, ну бывает, знаешь, так, что ты развел на Dream Coil и думаешь, ну все, теперь-то они слабые. Все, дело же в Dream Coil, он нас убивает. Хотя Dream Coil, по-моему, дает только... Даже не знаю, что он, по-моему, только он даже ничего не дает. Ну, немножко урона, немножко стана. Ну, потому что почти все кастуют. То есть ты даже Dream Coil, они будут стоять дальше и кастовать. Но с другой стороны. Глобала нет. Роша он все еще рядом. Врывается сюда Янг. Начинает минус армировать. И Рошанчик потихоньку падает. Ну, Янг не в позиции, и они Янг не хотят. Да, может быть, он все делает ради этого. Может быть, вот так. Такая супердалекая перспектива. Учитывая, что там могли просто сразу сами выйти на этого Рошана Янг, если бы драка была чуть поудачнее для них. Джиггеннад покупает себе манта стайл. Против... Я даже не знаю, против чего здесь. На самом деле, нечем его вот так вот прямо цеплять с этой мантой. Ну, может быть, верит в то, что Queen of Pain сделать какой-нибудь сайланс. Боится. Может быть, замедление тимпарочки с себя снимать, когда она будет кастовать на тебя. Как вариант. Да. Вакверк. Крывается Вакса. Неплохо. Ультимейт. Квапа. Хорошая ульта. ДДС. Стики выживает. И минус ДДС. Минус два. Пак. Ворвался во всех. Дал по всем сайланс. Но урон сайланса маловато для того, чтобы действительно серьезный урон нанести. Вообще, странно то, что Яхом не стали убегать в ситуации, когда у соперника есть Аегис. Они выходят как бы тебя пушить. Днем. И ты это видишь? Как Ипак продолжает играть. Сейчас его могут убивать. Кажется, Пак приигрался. Вообще, все. В КД. В итоге забирает нас Ипака. Так вот так стоял в позиции. Вообще, так, что он, по-моему, хотел атаковать. Ну, вот только вот днем. Были, возможно, планы перепрыгнуть в хайграунды и забрать. Но в это время Джиггернаут был сверху. Джиггернаут прогнал Квапу. Имеется у него манта стайл. Тут же стоит Ланем. На... Подсейве. И Квапа все поднимает. Попытка заденайть просто уходит. У Ланема еще нету блинка. Поэтому ему тяжело чем-то реально помочь. Но у Квапы нету совершенно маны. И не совсем понятно, почему она не уходит на фонтан ее регенить. Тем временем, там Бларк продолжает фармить Эншентов. В общем, у нас сильный Джиггернаут получается. Но остальные герои очень жестко подфидели. И Вич и Гейминг потеншал в итоге сравнивают графики. В общем-то, все у них опять более-менее. Вопрос только один. Что вообще делать с Силенсером в таком лейтгейме каком-то? Ну, и ульчики, я думаю, пойдут. Вот, например, Зевса ульчик соберет. Но в Пейн, я так понимаю, БКБ сделает. Потому что ее здесь очень много всего затыкает. БКБ будет на Тим Пларке. Шейкер и Ул после блинка может тоже зайти неплохо. Поэтому вот. Вот она контра. Хоть какая-то. Плюс Силенсер он бедненький. У него очень мало денег. У него 3000 на Творсы. И вот учитывая, что у тебя есть на врыве так, сверху. Выход 2. Пейн, ПАК, Леон. Надо. Ну, надо прыгать, наверное, она же может уйти сейчас. Да они стоят, ждут. Выходит Леон. Дает Хекс. ПАК. Драйнет ману. Дримкоил. Ой, как все криво. Боже ты мой. Ну, в итоге забирает ПАК с последней тычки. Но все сделали очень криво. И Темпларка уже бежит. Светит Леона. У Леона нету маны совершенно. Он пытается... Ну, ничего не пытается. Он просто умирает. В то время как ПАК уходит с ТП. Разменяли Леона на Клопу в итоге. Ну, размен, конечно, в пользу вроде как... Не, размен однозначно в пользу Ехо. Потому что помимо того, как 4 героя тут бегало, что-то сэвило и убивало Леона. В это время Джиггернаут еще снес Тауэр снизу. А Акс фармит себе Леса. Да, в этом плане, конечно, здорово. И Акс покупает Форс. Форс также будет у нас у Сайленсера против Клокверка. Ну, вот опять же, Клокверк, мало того, что он тут мало кого контрит, так еще и герои собирают Форстаф. Он вообще получается такой... Такой себе светит. Есть ли варды, эротики и запрыгивает. У Джиггернаута есть Блинк. Подходить опасно. Подходит Зевс. Дает молнию. Темпларка рядышком. Есть АИС. Есть Дизолятор, кстати говоря. Неужели Витчи Гейминг Потеншал хотят прям в какой-то переходить пуш? Или это чисто для фарма Дизоль купленный? Ну, потому что для драки здесь нужно БКБ. Клокверк находит. Находит Акса. Хороший врыв. Акс форстафится. Но... Боже мой! Боже мой! Он живет! Пошел глобал. Чтобы не добили ракеты. И Джиггернаут врывается. Минус Аегис. Клокверка тоже сейчас минус нут. Клокверк минус. Темпларка. Без БКБ. Использует рефракшн. Фиссура. Неплохо отрезают Джаггера. Дримкоил. Квин оф Пейн запрыгивает. Скрим полетел в Джиггернаут. Который уже блинканулся. Ульт Квапы попадает по Сайленсеру. Но остается 144 хп. Сайленсера в итоге забирает. Квин оф Пейн. И в итоге теряют они одного Клокверка. В размен на Сайленсера. В размен... Более-менее для команды Вич и Гейминг Потеншал. Да. Ровно. Я не понимаю вообще к чему эта игра идет. К какому логическому завершению. Но Квапа вот уже скоро будет в БКБ. Это однозначно плюс. Ну просто здесь по-моему вот в этой игре именно слишком много делает Джиггернаут. То есть его нечем так вот прямо контрить. Никакие иллюзии, никаких суммонов, ничего нет. Есть Refraction Team Barker. Впитывает 6 зарядов. Это 6 ударов. Есть Иулы. Я думаю Иулы вообще у всей команды будут. Ну как правило. Или хотя бы Госкептеры. То есть опять сложно. Ну Зевс пока что начинает с шарика за 1200. Хотя у него не так много фарма и он может с этим шариком остаться до конца игры. Ну не, может. Ты намекаешь, что Зевс бы начать с Мидаса, я так понимаю, да? Я... Просто здесь ему, скажем так, Иул мог бы спасти жизнь и дать возможность кастовать. А Аганим или Бладстоун, что он не собирает, это... Даже если он просто купил этот шарик просто для статов, это все равно очень расточительно. Вот где у него фармить? Он за всю игру, за 24 минуты купил себе один шарик фиолетовый. Ну я бы сказал, что ему вообще фармить негде. По той причине, что у Юхоам очень крутой ганг. У них Леон, Пак и еще Акс. Они его почти моментально забирают. Акс. Пак с Дагоном и получает в лицо свое жабье ультимейт от Queen of Pain. Минус два. Самые легкие фраги в профессиональной доте только на китайском дивизионе Дота 2 Champions League. И просто, знаешь... Надо говорить на РТК и ставить приписку топ-2 четвертого и да. Да. Не, ну вот знаешь, после такой фразы просто нарезочка вот из этих двух фрагов. Когда сначала Пак там ждет рунку, а перед этим еще Акс стоит против четырех героев, фармит. На миде. Так, поставлен вард. Видит Силенсера. Ну, это для Клакверка. Пространство для маневра, а Клакверк без Хука. Вот сейчас Хука откатил. Можно было бы заехать. И Силенсер... Хотя у Силенсера Форс тоже опасно. Зато фармит Джаггер. И у Джаггера очень высокий уровень. У него скоро будет Скади. Eye of Скади. Видимо, блинк на Темпларке. Шейкер тоже, видимо, подбирается. Ну, Темпларка такая, знаешь, она не торопится никуда. Сначала Дизоль, потом Блинк. БКБ нужно очень сильно, но зачем торопиться? У Ланавы уже есть Блинк тоже. И он ждет Квапу. Ну, Квапу ему не дождаться. Квапа все поняла, по-моему. Сейчас могут найти Шейкера. Леон заходит. Успевает дать Хекс. Забрали. Да, на Доминейтинг Джаггернаут ничего не потратил. Просто запинал с руки. Слишком много ДПСа. Блинк приятное решение на Джаггере. Ну, тут три точек. Это Шейкер, Зиос. Ну, и Квапа немного, да? Хотя у него... Знаешь, я тебе так скажу. ...100 копкоши достойно. Блинк вот в ситуации, когда ты очень сильный кэрри по игре, он может вообще многое изменить. Я сегодня так, на секундочку, открыл матч Нави Эмпайр. И увидел... Два момента увидел в паузах. В первом Сайланд делает ультра килл. А во втором он, ну, почти в такой же ситуации, тоже заблинковывается в спину на тролле и делает кучу ДПСа. Ну, зависит от того, какие герои у тебя и у твоего противника. Вот в этой ситуации блинк очень хорошо заходит, поскольку он врывается, на 100% успевает скастовать Блейд Хьюри, и после этого он выбирает цель, подходит к ней в притык и убивает Юсу Мнислэша. Это нельзя остановить вот этими героями. Разве что Тим Парка будет за ним бегать, но... Так, дабл смок у нас. Выход. Дабл смок. У кого реакция? Пака видит. Пак спалился. Кто? Реакция. Глобал. Пошел. Клопа добы. Глобала жмет БКБ. Джаггер прыгает по всем и в итоге не убивает. Нет, убивает Шейкера. Ульт Квин оф Пейн проходит по Джаггеру. Янг еле живой. Добивает его. Я даже не понял, чем Шейкер байбэкнулся. Агрит Клока. Джаггернаут зарубил Квин оф Пейн. Клокверк. Находит Акса. Акса форстафует. Великолепная игра. И нужно бежать. Нужно бежать, потому что Шейкер байбэкнулся. Может натворить делов. Минус 2 кэри у команды Вичи Гейминг. Потеншал. Этот момент, когда ты идешь в смоке и видишь Пака. И тут ты понимаешь, что нам нечему убрать. То есть только Шейкер может дать фиссуру, но Шейкер, как правило, стоит вообще сзади и ждет. После которой последует сразу же Глобал. Да. Ну и естественно, это Клопа, который БКБ тоже жмет сразу. У них пока... Походу там просто не знают, что БКБ снимает вся Глобал, потому что это уже какой раз. Мы видим Сайенсера. Которого, кстати, иногда в Китае забирают ферст пиком. Там были такие моменты. И если вот играть так, то он действительно ферст пик, потому что он сейчас убивает всю урожскую команду. Ну, может быть, боялась какого-то Хиггса. Хотя вообще, конечно, да, это было не очень круто. Сайенсер делает слишком много. А Зевс супер оптимист. Он выходит... Но я так понимаю, все-таки это аганим. Вряд ли. А Зевс, он, видимо, думает как Клопа, что Блокинг Бар, зачем? В общем, видишь, вот Клопа и есть Блокинг Бар, и это не помогает. Значит, мне там какие-то БКБ его тоже не помогут. Поэтому он... Ой-ой-ой. Леон. В очередной раз нашли. Прорывается Шейкер. Так, по Сайенсеру. У Леона 5 секунд ульта Апа. Идет Сайенсер дальше. Блинк Даггер 2 секунды. Уходит Зевс. Отпустили, по-моему. Да, как-то странно. То ли не поверили, что он здесь один. Просто взяли, отпустили Зевса. Шейкер остается при этом. Ну, у Шейкера ситуация очень печальная, потому что байбэк стоит на такой минуте не так много, но... Как мы видим... Так, одну секунду. Сейчас я вижу ESL. Мне, походу, надо туда врываться. Да, у тебя там еще будет один стоцмен должен. Так что не пугайся. Не вопрос. Увидев его. Ну, собственно... 12-13. Я не знаю, сколько эта игра еще будет продолжаться вот такими темпами. Но тут такие качели идут. Просто все сливают своих кор-героев. E-Home забесплатно. Но при этом Вичи Гейминг, когда E-Home делают все грамотно, не могут ответить ничем. И сейчас мы видим преимущество большое у E-Home. Ну, мне кажется, что вот этот Джаггер, он уже... который дает слишком много, действительно, он уже эту игру должен не отпускать. Тем более, у Акса появляется Black King Bar. Он становится прочнее. Да, Джаггер вообще уходит по Нетворсу очень далеко вверх. Шейкер без блинка. Он еще и покупает варды. У него тысяча... У него... У него 130 монет. 130 монет. Блинк стоит 2250 монет. Нет, у него там точно не будет блинка. Если у него будет блинки, я уверен, его там какой-нибудь Саленсер уже уничтожит. Или пак, который с догоном бегает. То есть нужно паковаться? Паковаться в брасерки там, во что-то живучее. Не знаю, можно было кинг-барсе сделать. Да, это было бы неплохо. Ну и, в общем, у нас тут... Джеймс, кстати, имеет шансы выйти в Аганим. Но вопрос в том, что... Аганим это хорошо. С Аганимом всяко лучше, чем без. Но насколько он будет профитен относительно других артефактов вот в такой игре, когда есть Саленсер. Да и, в принципе, когда у Зевса такой маленький левел, там 11-й левел на 30-й минуте, как много дамага он будет наносить. Там до рефрешера, до какого-то... Даже это нереально. Вот опять же, если хотел уж кастовать, сделал бы реальный рефрешер. И... Ну, этот... Даже учитывая, что он стоит больше, он дает тоже больше. Янга заметили. Дает ему хекс. Рефракшена нет. Есть догон. Ультимейт Леона. Врывается еще сюда Сикрет. Янг уже мертв. Ланема забирают. Но теперь за Сикретом выехали. Сикрет... Ой-ой-ой-ой-ой. Баш проходит от Джаггернаута, и Сикрета забирают. Да, по-моему, это был баш. Если я все правильно понял. Это минус 2. Джаггернаута не остановить. У него 20-тичный творца, учитывая, что Темпларка умерла, а Джаггер все еще режет. Отрыв между ними еще сильнее увеличивается. Квин оф Пейн сделала себе гост. Но, учитывая, что это герой, который керри, который должен нападать... Да, Лайт оф Кевен у нас дисконнектнулся. Но, кстати говоря, переключайтесь. Переключайтесь также на ESL после этой игры. Ну, или используйте мульти-твич. Сегодня там довольно-таки неплохие игры будут. Посмотрим на ПГГ. Вроде как он должен играть. Вроде бы. Вообще, интересная история с ПГГ. Я открываю тут один сайт. Я не помню, кто это был. Я даже не буду называть, чтобы не пиарить его, если вспомню. Но я просто открываю этот сайт. Или твиттер это чей-то был. И вижу надпись. Вега приобретают пятого игрока. Пятым игроком Веги становится скрин. И фотография ПГГ. Я не знаю, каким боком. Может быть, кто-то перепутал и считает, что они похожи очень сильно. Ну, может быть, так и есть. Хотя, вроде, нет. Но это было... Это ввело меня в ступор. Я даже ничего писать не стал. Там в комментариях как-то. Ну, ладно. Интересно, что подумал скрин. Что подумал ПГГ. Что подумали Вега. Увидев эту новость. А может быть, это и были Вега. Ну что ж, Ротикей у нас подошел наверх. Джаггер тоже наверху. Зив карает Тавр. Да, Тавра нет никаких шансов. Дамаг Тавра 130. Джаггернаута 220. Ставится вард. Видит Сикрета. Ну и выходит потихоньку уже в такой файнал пуш, я так понимаю. В принципе, здесь есть чем нападать. Пока у Шейкера нет блинка. Блинка у него не будет еще очень долго. Можно вполне агрессивно нападать на Тавра. Стягивается на мид. Акс БКБ. Заходит. Джаггернаут покупает себе Эбисал. 6-1-3. Так, ну и... Перетягивается. Перетягивается на нижнюю линию. В общем, китайская Дота продолжает нас немножко мучить. Продолжают фармить Лиса. Видимо, Аегис еще есть, но ждут уже следующего Рошана. В надежде, что он появится раньше времени. Да, вспоминаю золотые времена, когда Аегис длился 10 минут и за 10 минут спаунился Рошан. Был точный тайминг. Игра была просто шикарна. Все ждали этого Рошана. Герой мог пробегать с Аегисом реально 10 минут. И при этом... Ну, грубо говоря, отдавая Рошана раз, ты мог больше никогда его не забрать. Потому что герой с Аегисом на тебя выходит, забегаешь на базу. Страшно же драться с противником, пока у него есть Аегис. А пока ты на базе, соперник выходит, забирает следующего Рошана. В лейте это так и выглядело. Но решили сделать немножко баланснее в этом плане. Дабл дэмэдж у Пака. Инфлейм сейчас будет месить вышку позиции. Квин оф Пейн у нас ушла на фонтан. Фортификейшн. Фортификейшн теперь нету. Ротики продолжает танковать. Джаггер также заходит. Ну что, это минус... А, минус вышка. Джаггер ворвался! Джаггер, шанс убить, как никогда нужно его фокусить. Но глобалы Джаггернаут прожимает ультимейт. Боже мой. Минус Темплар Ассасиен. Минус Шейкер. Выкупается Шейкер, но Темпларка Байбека не имеет. Получает ССС ультимейт. Секрет. Когами пытается сжечь, но нету маны. Даже на ракету отпивается. Пак дает ему Сайланс. Минус. Это минус 2. Минус 2 и минус Байбек. Минус 3, я бы даже сказал. Зевс покупает Аганим. Но нахрен он ему нужен в этой ситуации, я не знаю. Здесь просто Джаггернауту нужно дождаться ворда и спокойно сломать одну, а то и не одну сторону. Фиссура от Шейкера потрясающая. А, Паку можно вполне выбивать. Аегис. Ой, какой ультимейт. И Пак еще и выживает, оставляя себе Аегис. Аегис выпадет у нас еще не скоро. Еще есть более минуты. Врывается Джаггернаут. Джеймс. Джеймс умирает. Квин оф Пейн уходит на блинке. В итоге Сайленсера смогли размять. У него, кстати говоря, 16 интеллекта бонусного. Но это минус первая сторона. Темпларка выйдет только через 20 секунд. Стоит Хиленвард и бояться Ехома вообще нечего. Они могут вполне идти на вторую сторону. Ну и что? И они... И они не идут на вторую сторону. Ну да, решили сыграть поаккуратнее. Хотя мы видим, что по графикам их преимущество составляет уже более 20 тысяч. Просто огромнейший разрыв. Просто огромнейший. Все, закончился Аегис у Пака. Быстро дает ему регент. В течение 5 секунд восстанавливает все. Пак пошел в рефрешер, насколько я понимаю. Ну, 2 хикса это реально круто. 2 ульты, 2 догона. Хорошие артефакты для того, чтобы делать рефрешер. Потом еще и догон можно загрейдить будет. Джаггер берет травела. Глобал откатывает через 27 секунд. Рошан появляется еще только через 2,5 минуты в лучшем случае. Да, ну и 10 тысяч преимущества Джаггернаута над Квапой. Это, конечно, жесть. Мом можно вполне будет скоро продавать. Покупать что-то более ценное. Мом дает 100 атак спида при активации. Так, Квапуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу В итоге отпускают. Квапа живет. Ее дефит всей командой абсолютно. Ой-ой-ой. Леона еще забрали тем временем. Да, вот Леон как раз на перетяжке умер. Ну что ж, неплохо. Забрали двух суппортов. Не дали поддавить собственную базу. Хотя, на самом деле, саппорты не так много здесь решали. И Джаггернаут фармит дальше. Ждут ульта Пака. Ждут ульта Джаггера. Ждут, когда арестнутся саппорты. Ой, в инвизии. Даже не ульта, а ждут, наверное, Эбисола Джаггера. Но Джаггер ищет свою жертву. Зажаты на базе полностью игроки Вичи Гейминг Потеншал. Джеймс уходит. Квапа купила себе Хекс. Ничего себе. Ну, конечно, Джаггер очень толстый. Даже если ему даешь Хекс, весь прокаст он может выжить. И весь прокаст дать тяжело. Нужно давать его одновременно. Потому что Сайленсер есть, который даст глобал в любой момент. Ресуется у нас саппорт. И до Рошана остается от минуты до четырех. Вчгейминг очень мало фармят, конечно, по такой игре. Ну, тяжело им куда-то выходить. Зевс дает ультимейт. Забирает Пака. Лол, что? А, Хекс, Хекс. Но попытка зацепить Квапу. Квапа уходит. Не дает ей Хекс Леонщик. Потому что не видят. Слушайте, ну, Вичи Гейминг Потеншал нашли, кажется, свою стихию. Без Пакта здесь реально тяжеловато будет. Джаггер передвигается на мид. Вот. Нужно какой-то вижен, судя по всему. Нужно самим аккуратнее играть и Хоумом, если они хотят побеждать. Потому что, конечно, Пак здесь вообще не желез. Он получает раскаст от Квапы. Ультимейт Зевса, который второго, а будет третьего левела, естественно, он умирает. У него нету ничего, чтобы от этого защититься. Через две минуты с небольшим появится Рошан. Ну и зажали окончательно на базе своих соперников. Пак выйдет через 10 секунд. Да, из-за того, что мид спушен, постоянно линия давится вперед. Естественно, когда починят рисовалку на карте, почему она вот так вот? Причем самое забавное, если мой собеседник, например, Лост, смотрит на карту, то он видит вот именно одну линию, которую я рисую. Но почему-то, если я рисую так, то... Или если я рисую так, например, видна тоже одна линия. Ну так все закрашивается почему-то какими-то кругами. Тем временем Квапу разорвали. Вот он, контр-выход. Да, я увлекся рисовашками. Но это атака была через Хекс. Даже не через Хекс, через Эбисал. Джиггернаут запрыгнул. Минус Квин оф Пейн. Рошан появится через минуту. Выходят на Рошана. Видят Леона. Прокаст в Леона. Все, Хекс успевает дать. Леон два фурстафа. Акс врывается. Дает кол. Пошел Глобал. И Акс в БКБ режет. И Клакверк умирает. Подходит сюда Темпларка. Получает ультимейт. Но есть Гем. И Джиггернаут в итоге добивает Темплар Ассасин. Ульт Шейкера в никуда, можно сказать. Фингер получает Шейкер. Блочит иллюзии Темпларка. Шейкер делает телепорт. За елочкой Докфайтс уходит. Однако не уходит Зевс. У которого Агоним. И нету больше ничего. Минус четыре. Байбеков нету. Не знают об этом Вичи Гейминг. Не знают об этом Ехоум. Но если они узнают. То они пойдут и сломают трон. Бэкдор защиты работает. Убил всех крипов. Ждет когда крипы зайдут на базу. Минус Катапульта. Темпларке натикло на байбек. Да у нее натикло на байбек. Буквально вот. В последние секунды судя по всему. Но все равно. Без Клопы тяжело. Минус вторая сторона. Джаггер жмет Мом. И отступление на Рошана будет самым логичным вариантом. Хотя подцепили у нас кого-то. Подцепили кажется Пака. Акс врывается в троих. Великолепная инициация. От Ротикея запрыгивает Джаггернаут. Это минус 2 в исполнении Ротка. Леон живет. Квапа в БКБ. Но вряд ли это поможет. Минус 3. Я думаю сейчас мы увидим гуд гейм. Да. Догфайт спишет ГГ. Вич и гейминг не смогли своровать рарки у огромного количества зрителей. Которые поставили на игру. На их победу. Но с другой стороны. Они все останутся при своем. В данной ситуации. Ну что ж. Счет у нас 1-1 в итоге. Сегодняшний день китайский Дота 2 Чемпионс Лиги заканчивается. Я предлагаю вам переключиться на канал Твича Шторм Студио. Нижнее подчеркивание. Дота 2. Нижнее подчеркивание. Ру. Там сейчас работает Light of Heaven. Ну и я к нему присоединюсь. Ко второй игре видимо. Которая сейчас. Которая начнется после первой. Которую он как раз таки комментит. Собственно вернемся. Переходите туда. Я к вам присоединюсь. Ну а на сегодня у нас пока что все. Всем до скорых встреч. Завтра у нас Китай как всегда в 11. Три игры. Расписание. Я вам уже озвучивал. Это 22 число. HGT E-Home. Vichy Gaming LGD. И Vichy Gaming Deck. Всем пока. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok